Мы хотим поделиться немножко, как у нас проходит наша домашняя церковь. И действительно, как поместная церковь, каждая поместная церковь, это часть вселенской церкви, так же сама каждая домашняя церковь или домашняя семья, это часть поместной церкви. И стих, которые я подумал прочитать, это то, о чем уже Игорь подмечил. А второе законие, 6 глава, 6 стиха. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоими, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. У нас есть семейные общения, читаем Библию, молимся, это когда я дома, это в субботу и воскресенье, потому что я один из, я работаю, жена дома с детьми, тоже работает, не сидит просто дома. И у нас время, когда мы в субботу вместе можем читать Библию, петь, молиться, задавать вопросы. Жена потом скажет, как она проводит библейские как бы уроки, когда меня дома нету. Ну что я хотел заметить, помимо того как бы официального такого, когда мы собираемся, дети берут гитару на пиане, мы поем. Есть такие детские песни, которые мы, когда дети еще, даже старше были помладше, мы пели, хлопали, хоровод делали. Потому что если делаешь это очень так строго, то оно как бы детям неинтересно. Но когда ты делаешь на детском уровне, я думаю, что это очень хорошо. Когда-то один проповедник заметил, что как важно идти на уровне с детьми. Потому что мы взрослые, мы хотим углубиться в слово, мы хотим как бы все строго. Но для детей это нужно на детском уровне. Но вот интересное место, вот Бог говорит, что говори, ну прежде всего это должно быть в твоем сердце. Я думаю, если родители верующие, то они обязательно захотят или хотят передавать свой опыт Бога. Например, мы делимся с детьми, когда у нас какие-то были трудности или есть трудности. Мы говорим, как мы через них проходим, мы молимся о чем-то, видим какие-то результаты. Вот интересно здесь говорится, что говори о них, то есть слова Божьи, сидя в доме твоем и идя дорогу и ложась и вставая. Вот я заметил, что очень детям нравится, когда они перед сном, они хотят слушать историю библейскую. И я не просто говорю там о Иосифе или о чем-то, я стараюсь там найти какой-то, ну, урок. И я начинаю им рассказывать как бы свою какую-то, может быть, проповедь. И Тима любит меня останавливать. Папа, папа, продолжай историю, говорит. Ты как бы уже как бы увлекся, ты начинаешь нас тут как бы учить. Ты вернись, ты в истории. Я говорю, ну, это сейчас истории. Я как бы беру историю и хочу через историю им что-то говорить там, ну, или за обман, или там, или за чего-то другое, или за о вере, или если Бог, или разные то, что иногда они в школе учат, что там, то, что атеисты предлагают, есть ли Бог, или как, или человек, откуда произошел. То есть мы в своей семье стараемся говорить, конечно, на ихнем уровне о всех вопросах, как бы, и иногда отдельно со старшими детьми имеем общение, молимся. Поэтому вот наш такой небольшой опыт. Мне нравится иметь домашнюю церковь по одной очень важной причине, потому что здесь на сцене все. Когда в церкви, в зале церковном на сцене только некоторые, а дома на сцене все. Даже самый маленький, он может спокойно что-то сказать, что-то, и даже когда мы читаем вместе Библию, дети замечают такие вещи, что кажется, я сама даже не замечу. То есть они меня учат, а я что-то учусь и от них. И это мне очень нравится, что мы можем все быть равны, потому что мы все равны перед Богом. Я им говорю, что вы мои братья и сестры во Христе, хотя вы мои и дети. И если я вижу в своих детях царей и священников, и тех, которых искупил Христос, так же, как и меня, я тогда не их учу, а я действительно тогда мы одна церковь. И это настолько объединяет, это настолько вдохновляет, это ты понимаешь, что вот я и тех, которых мне дал Бог, и действительно я хочу вместе с ними служить Богу. Просто дома, просто петь, просто читать Библию, и чтобы Бог открывался. Я как-то заметил одну такую мысль, что да, мы отцы много работаем, мы приходим усталые, и как бы иногда даже я слушаю папу, не трогай, папа устал. Или дети говорят, папа, расскажи историю, не трогай папу, папа устал. Я вот понимаю, что да, я могу пойти спать, или я могу все-таки, да, я, хотя приду в их комнату, я ляжу на полное, я буду рассказывать историю, или даже и там что-то спою, но я понимаю, что эти моменты не нужно упускать. И иногда мне тоже не хочется, хочется пойти самому где-то книжку почитать, но я понимаю, как отец, я должен находить этот момент. Потому что иногда мы говорим, что у меня нет такого времени, мы все заняты. Но если честно, у нас есть время, которое мы можем уделить все-таки даже перед сном. И я думаю, что очень важно, почему, потому что когда ребенок засыпает, идет спать, и в разуме у него какая-то духовная истина, я думаю, это очень важно. Да, это прекрасно, слушать опыт семьи, которая вместе поклоняется Богу. Где-то я когда-то услышал такую поговорку, если вы не умеете говорить с детьми о Боге, тогда вам придется говорить с Богом о детях. Поэтому лучше нам учиться говорить с детьми о Боге, чтобы потом они с Богом говорили о нас, благословляли нас в молитвах. У меня есть вопрос. Что посоветовать тем мужьям, тем братьям, которые говорят, я тебе не пастырь, я не знаю, что говорить, отстаньте от меня, позови пастыря. Что можно посоветовать таким мужьям? Будь мужиком, займи свое место в твоем доме, стань тем, кем ты должен быть, не губи судьбу своих детей, не унижай свою жену, не позволяй ей покалечить свою жизнь, когда она займет твое место. Будь тем, кем ты должен быть, возьми себя в руки, возьми за голову, за что-нибудь возьмись, но сделай то, что ты должен сделать. Но я думаю еще, что оно не должно быть такое, как бы люди думают, что ну я не пастор, но при чем тут ты пастор? Ты просто отец, ты можешь как бы на простом языке, читая Библию, которую ты сам изучаешь, то, что Бог тебе говорит, передавай это. Передавай своим детям, это не обязательно должно быть, ты должен какой-то, потому что детям не нужен какой-то оратор или спикер, который он станет и начнет. Ты просто как папа, на простом языке, на ихнем, так как ты понял Бога, какие у тебя опыт с Богом, и можешь с этим делиться. Дело в том, что я думаю, что в наше время все знают буквы, и прочитать текст, как-то прочитают, не зная, что говорить, спроси детей, кому ты прочитал, они тебе объяснят. И всегда диалог получится. Главное захотеть. Мужчины, пожалуйста, не отдавайте данные вам Богом, женщинам или кому-то вообще другому. Зная, что ты в один момент пристанешь пред Богом, и будешь давать отчет за то, что ты должен был сделать. Не то, что ты делал, а ты должен был сделать. А тем более, если ты делал еще не то, что ты должен был делать, то вдвойне будешь получать от Бога. Поэтому пусть страх Божий придет на каждого мужчину, припаяшись истиной, и в это время, когда мир шатается, и люди хотят видеть от тебя мужественность, она только в Иисусе Христе. Он – наша глава мужчины. И тогда мы будем действительно теми мужиками, которые должны быть в 21 веке, во время пришествия Иисуса Христа. Будьте благословены.